Да не то, что тяжело, я говорю, чисто психологически несколько неприятно. Я думал, в самолете, когда, допустим, в Америку летели, что, 12 летели, это было еще тяжелее, потому что там просто конкретно никуда выйти невозможно, там не размяться, ничего, просто ходить туда-сюда по салону. Ну вот, собственно. Ну, дело в том, что есть очень много, в принципе, вопросов. Во-первых, мы сделали новый альбом, мы постоянно, в принципе, что-то делаем, в другой момент, имеет ли смысл это вообще тиражировать. Я в последнее время очень серьезно задумываюсь над этим вопросом, потому что мне вообще не нравится то, что происходит вот вокруг нас. Я даже все так вот, трижды бы сейчас вот, пусть он подумал, что стоило ли вообще вот международную барону собирать, вот эти там альбомы выпускать. Надо ли это вообще на суд публики выносить. потому что, по сути, собственно говоря, как я уже неоднократно рассказывал, как его было создано, как проект, не просто как бы было мало того, что происходило у нас в нашем уроке там, или как это можно назвать, но ДК мне только, так сказать, удовлетворял. Опять же, ДК – это несколько другая команда, чем мы, это чистые концептуалисты. Мы собрали такую команду для себя, собственно говоря. И сейчас мы и так и играем, собственно, для себя. Это, чем дольше, тем больше, тем меньше это становится понятно окружающим. По всей причине возникает огромный какой-то нездоровый ажалтаж, какие-то чудовищные слухи. То, что про нас пишут, это ахиньи гики совершенно, причем идет лавинообразный процесс уже такой необратимый. Я даже, честно говоря, как-то теряюсь. Тем более, возникла определенная вот эти вот мания. Наты какие-то безумные резут лысые. До такой степени утомил их доставок, что я на полном серьезе даже подумал отсюда куда-нибудь уехать. Новую Зеландию или как-нибудь в Эквадор. То есть какое-нибудь место, где нас вообще никто не знает и никто трогать не будет. Потому что, то, собственно говоря, чем я всю жизнь дорожил – это определенный покой и независимость. Чтобы мне никто не мешал, я мог делать то, что хочу. Вот сейчас я практически под таким серьезным вопросом. Потому что работать невозможно дома. Вот выйти на улицу нельзя. Вообще, это тяжко. Ну, вы сами понимаете. Впрочем, он весьма неприятный и досадный. Впрочем, весьма неприятный и досадный. То, что я делаю, это, собственно говоря, я постоянно, опять же говорю, что это определенный, как бы сказать, например, как надо выживать в определенной ситуации или как действовать в ситуации, которая постоянно меняется. Вот там, допустим, связка стоит определенный метод действия. Ну, демократия опять определенный метод действия. Постоянное взрывание ситуации, которая, ну, из характера всегда такой, как бы, комфортный. То есть, некое окукливание, которое возникает. Нужно это постоянно, так сказать, злобно взрывать. Вот. Она же воспринимает сейчас, то есть, как… Ну, вот система пытается у нас ассимилировать себя. Как это было в свое время, там, с Панком, с Экспирселлсом. Ну, они это очень удачно делают. Я вот сегодня включил какой-то телевизионный канал, типа МТВ итальянского. Ну, там, вовсю, там, какие-то панки. Сан-Франциско там показывают. Это уже такая часть. Поп состава. А у нас еще хуже. То есть, у нас, как только перестройка началась, тут же все и закончилось. Как только всем разрешили, делай все, что хочешь. Ну, тут же все вот эти ДДТ там. Ну, ДДТ-то, они вот сейчас, как бы, новосыше все. Как я думаю, он правильно, как бы все понял. И делают все, в принципе, правильно. А весь наш вот этот рок, он просто тут же, извиняюсь за выражение, скурился. Ну, и все. Ну, стала такая вот часть эстрады. Чем он является? Доброе утро страна. То есть, я в этом принимать участие не хочу. И поэтому... Ну, вот сейчас кажется, наверное, самое, может быть, действенное в данной ситуации, как раз, что ничего не делать и в этом вообще не участвовать. Потому что, в принципе, могу там по 3-4 альбома в год выпускать. То есть, у меня сейчас материал вообще на 8 накопилось. Ну, мы выпускаем, как бы, то, что считаем, как бы, вот сейчас, в данный момент, ну, там, иметь смысл, допустим, там, тиражировать или кому-то давать слушать. Понятно. Я устал не от позиции, я устал, как бы, от ситуации вообще в стране и вообще вот в мире даже. Я то, честно говоря, вот, ну, я вот, как я от не устал, потому что я, например, себя в этом, ну, сейчас вот не вижу вот свою вот никакую роль в этом процессе. Вообще во всем, что происходит, я вот себя в этом не вижу. Ну, если раньше это было как-то, ну, в принципе, понятно, там, врачу Петю, а что он там делать. А сейчас вот, ну, совершенно, вернее, я бы, делал бы какие-то действия, но вот совершенно окружающим неинтересно и непонятно, собственно говоря. Потому что это уже невыразимо, там, определенными социальными, не социальными, там, художественными. Потому что все это уже, честно говоря, это, ну, не работает тут. И меня мало интересует. Я бы, может, занялся, ну, не знаю, литературой или чем-то еще. Ну, Мамонов я не знаю, он несколько другой человек. Ну, может быть, да, в какой-то степени, потому что я так хорошо его не знаю, конечно. Вот. Во всяком случае, то, чем бы я сейчас занимался, наверное, ну, вот именно и в чем не занимаюсь, это и лингвистика, вот, там, и истории, там, взаимодействия европейских языков. Ну, вот, кого, вот, если я сейчас скажу, допустим, фанам обратно, и начну с ними дискутировать. Понимаете? Когда выступаешь на сцене, тем более делая то, что мы делаем, это, ну, в среднем определенной, скажем, ну, наркомании, может быть. Когда выходишь на сцену, вот, ощущаешь себя откачь, и сам, как бы, делаешь сам всю катушку. Просто это стало несколько, ну, не то, что другой уровень, а несколько иное, чем это было в 89-м году. То есть мы делаем, я вот тоже люблю это выражение, ритуал определенный. Хотя он, по большому счету, бездейственен. То есть он, ничего уже изменить в этом мире нельзя, по большому счету. Но, скажем, поддержать таких, как я, вот я ради вот них, собственно, как, ну, опять же, то же самое, что ради себя, да, в глобальном смысле, в большом. То есть мне надо это делать, чтобы люди выживали вот такие же, как я. То есть нужно поддерживать, как-то давать какую-то надежду. Поэтому у нас даже вот, вот, последние два альбома, это вот «Невыносимая легкость бытия» и «Сансоворот», они, собственно, этому посвящены. Это такой стоицизм, что ли, когда все проиграно, или такая в бывшей степени экзистциализма, когда все проиграл, поступаешь так, как будто все выиграл. «Невыносимая легкость! Невыносимая легкость! Невыносимая легкость!» Ну как, вот есть китайское пословице, можно привезти коньяк к водопое, нельзя оставить его глотной. Вот. А тогда зачем его водопое везти, там, рожей тыкать, если он и пить не хочет, и вообще не умеет. Единственный, так сказать, вариант – это собственный пример. Ну, опять же, пример такой, как «никак», там, «павка», «корсяки». Ну, просто тупо делать свое дело. И делать это, ну, честно, для самого себя, в первую очередь, разумеется. Потому что на показ, ну, нельзя ничего делать честно. Как он говорит, правду говорить легко и приятно. Это легко и приятно. Просто жить своей жизнью, собственно говоря. Мне вот легко, допустим, когда хочется что-то делать, что-то делать. Когда не хочется – ничего не делать. Там, телевизор смотреть или, там, «Спортэкспресс» считает, что я очень люблю о футболе рассуждать. Раз, раз. Раз, раз, раз. Голос можно по громче сделать, мне дорог? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мертвые не зреют, не гниют, не умеют, не живут. Словно на прицел, словно в оборот, Словно падавстрел на парад в хороват, Словно на утюг, словно безоглядно. И опять сначала мертвые не спорят, не хотят, Не стареют, не скобят. Мертвые не сеют и не ждут, не потеют, не поют. Словно напрямик, словно камнем с моста, Словно все впереди, словно все по местам, Словно полно вчера, словно послезавтра, И опять сначала. Словно целый мир, словно снежный год, Словно напрямик, наугад, на пролог, Словно навсегда, словно безвозвратно. И опять сначала мертвые не хвалят, не пронят, Не стреляют, не шумят, Мертвые не сеют и не поют, не умеют и не живут. Чтобы было тише, раздашною благой Прескайте сердце, чтобы было больше, Нежурной рукавицей проповедуйте любовь, Закрыв лицо ладошкой, притворившись безымянным, Позабыв вчера и завтра терпеливо постигать Веселую наугу дорого бытие. Чтобы стало тише, Наденьте всем счастливым по терновому бинку, Чтобы стало проще. Свалите всех на скучий в некий новый мавиар, Закрыв лицо ладошкой, притворившись безымянным, Позабыв вчера и завтра терпеливо постигать Веселую наугу дорого бытие. Закрыв лицо ладошкой, притворившись безымянным, Крестный винт, я кно за окном Я увидел день, я видел в небе, там кто-то ходит Я увидел день, нуждающих окон, восковые огни Грязный винт, я кно за окном Грязный винт, я кно за окном Запретите мне, я торчу на доме том же Запретите мне, все равно уже кайф прошу Грязный винт, я кно за окном Грязный винт, я кно за окном Су-наворот, я спотыкаюсь народом На месте, су-наворот, волос чашки моей вины Грязный винт, я кно за окном Грязный винт, я кно за окном Туман, туман, седая пена Далеко, далеко, за туманами война Идут бои без нас, но над нами нет вины Мы к земле, вкрикованные туманом Воздушные рабочие войны Туман, туман, на прошлом мы было Далеко, далеко, за туманами наш туман Далеко, дало, в землянке В рано, в землянке, в храм для всех Мы рано повзрослели Воздушные рабочие войны Туман, туман, окутал землю вновь Далеко, далеко, за туманами любовь Долго нас невестам ждать Чужой дальней стороны Мы не все вернемся из полета Воздушные рабочие войны Воздушные рабочие войны Воздушные рабочие войны Зоркие окна Кто согреет зоркие окна Пожалей беззвучными словами Своего алмянного Христа Жадные пальцы Кто накормит жадные пальцы Обними голодными руками Своего неспасенного Христа Беглые тени Кто поймает беглые тени Смеленой надежными цепями Своего неспасенного Христа Та-да-да-дай-да 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 Да мы скользкие вены Скользкие тревожные вены Поцелуй колонными кубами Своего зазеркального Христа Круглое небо Кто накажет круглое небо За души послушными руками Своего непослушного Христа Под столетними загробами Библейских анекдотов Пахотливых, православных И прожурливых католиков Покинутых оков и горящих муравейников Вечная весна в одиночной гамере Вечная весна в одиночной гамере Под затопленными толпами Домами, прощадями, многолюбными Пустынями, злобными, церквями Раскаленными хуями и голыми Благолесями Вечная весна в одиночной гамере Вечная весна в одиночной гамере Сквозь зеркальные убежища славные Запасы богатумные Снижки непробитые денежки А мильно унавоженные Плотнище и огороды Вечная весна в одиночной гамере Вечная весна в одиночной гамере Вечная весна в одиночной гамере В одиночной гамере Судни лет сугробов в лазаретах Пяти карт, лапов стихов, медикаментов Хлеба, зрелища, пиццательные Течебных, подсемельных процедур Для всех кривых горбатых Вечная весна в одиночной гамере Армина, кромешная, осколенная Хриплы низкого ста голосит во мне Вечная весна в одиночной гамере У нас сломанно не пахнет Сиба, на мажа, захлеб и зоросоль Вечная весна в одиночной гамере Ухотела ботова Веселое время наступает ботова Весенний дождик поливал кастаном Музыкант Селиванов удавился шарфон Никто не знал, что будет смешано Никто не знал, что все так будет смешано Маленький мальчик нашел полемет Так получилось, что он больше не живет На кухне он, намазал маслом кусок Пожевал, запил и поставил весок А пока он ел и пил из стакана Поэт, послышав футбол, убился из окна Ой-ой-ой, сработал капкан Еще один зверек был рядом нашим рукам Мир пробудился от тяжелого сына И вот наступила еще большая весна По темности тел застанала кровать Такое веселье просто, еб твою мать От своей авторучки я сломал колпачок По дороге навстречу шел мертвый мужичок Завтрак, ужин и обед Мужичок мертвым и еще нет У нас словно репа От парцей, от сенега, мамаша За хлеб и за соль Веселое время наступают, друзья Веселенье, куда хуй, веселень нельзя Веселенье, куда хуй, веселень нельзя Ни за что, ни про что Набось, а просто так грел снежок Терочки не заметилось И пришла И так и гнал, а так и шел За собою по пятам Да все на пятки себе Упоенно наступал Через край, а через рай Через раз, а через год Да позабыл про волосы Зацепились за забор Лишь слегка порезался Оказалось, на повал Раступил лишь одной ногой А в говне уж пуши На заде, на столе Разноцветные стеклышки Разноцветные тряпочки А непонятно ни хрена В полные дома розовых людей Мокрая мозоль, скользкая сопля Потные подробности обнаженных тел Я стреляю на повал Сквозь дыру в моей голове Сквозь дыру в моей голове Сквозь дыру в моей голове Твердые шаги Медленный пинцет Вязкая слюна Лестница в подвал Кто-то ищет верный повод Запретить меня Он пытается пролезть Сквозь дыру в моей голове Сквозь дыру в моей голове Сквозь дыру в моей голове Кто умеет в дружь Кто умеет в кайф Кто умеет в дрыск Кто умеет в кайф Кто умеет на свободу Кто умеет в плен Кто умеет наблюдать сквозь дыру в моей голове То ли по делам, то ли по домам, то ли скатертью дорожка, то ли что-то еще Словно камни, словно корни, словно черви Будем привыкать, будем привыкать, будем привыкать Сумерки и боги разбились по углам, зимота разорвала горизонт пополам Час за часом, год за годом, век за веком Будем привыкать, будем привыкать, будем привыкать Что-то белое слепое поселилось в груди То ли вьюга, то ли боль, то ли все, что впереди То ли шажда, то ли полдень, то ли копоть Будем привыкать, будем привыкать, будем привыкать Как платил незнайка за свои вопросы Что скрывал последний твой поток И чему посмеивался Санька Матросов Перед тем, как шишел, вышел, пернул, вышел вон Это знает моя свобода Это знает моя свобода Это знает мое поражение Это знает мое торжество Это знает мое торжество Как бежал за солнышком слепой Ивашка Как садился ангел на плечо Как трвалась и плавилась последняя рубашка Как и что обрел, обнял летящий башбочок Это знает моя свобода, это знает моя свобода Это знает мое поражение, это знает мое торжество Это знает мое поражение, это знает мое торжество Партизан спалил бездурную хату Завязал с собой земли мешок Эхо разбирает изнутри веселую гранату Так чем всегда кончается вот такой стишок Это знает моя свобода, это знает моя свобода Это знает мое поражение, это знает мое торжество Это знает мое поражение, это знает мое торжество Это знает моя свобода, это знает мое поражение А то знают мое торжество А то знают мое поражение А то знают мое торжество Пластмассовый мир победил Макет оказался сильней Последний кораблик остыл Последний панерик устыл А в куме запетку мела вспоминаний Будь моя оборона Солнечный зайчик не зрячего глаза Будь моя оборона Траурный мячик нелепого мира Солнечный зайчик дешевого мира Пластмассовый мир победил Могуль картонный напад Кому нужен ломтик июньского неба Будь моя оборона Солнечный зайчик не зрячего глаза Будь моя оборона Траурный мячик дешевого мира Солнечный зайчик дешевого мира Пластмассовый мир победил Макет оказался сильней Последний кораблик остыл Последний панерик устал А в горле запетку мела вспоминаний Будь моя оборона Солнечный зайчик не зрячего глаза Будь моя оборона Траурный мячик нелепого мира Моя оборона Моя оборона Глупый мотылек Догорал на свечке Шаркий уголек Дымные околечки Звездочка упала В лужу крыльца Отряд не заметил потери бойца Отряд не заметил потери бойца Мертвый не воскрес Хворый не согнулся Встречий не ослеп Встречий не ослеп Спящий не проснулся Весело стучали Храброе сердце Отряд не заметил потери бойца Отряд не заметил потери бойца Не было родней Не было родней Не было красивей Не было красивей Не было счастливей, не было начала, не было конца Отряд не заметил потери бойца 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 Каждый день всё дальше, Чья-то боль всё лучше, Новый мир всё старше, Каждый шаг всё круче. Вслед земному долу Садик усмехнулся, Чтоб дойти до дома, Надо вновь проснуться. А у малиновой девочки Взгляд откровенней, чем сталь пленкой. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид. От гонящих токов Инделеют лица, Животы жиреют От живой позиции. Смерла, по идее, Мёртвому землице. Но вот у Христову Не остановиться. А у малиновой девочки Взгляд откровенней, чем сталь пленкой. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид. Из-за плитых окон Прыгают наружу. Раненые звери С добрыми глазами. Детвора смеются В детских лицах ужас. До смерти спьется, Но не умирает. А у малиновой девочки Взгляд откровенней, чем сталь пленкой. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид. Ветер в поле закружил. Ветер в поле закружил. Лаба-тамияй! 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 Поздний дождик напугал. Поздний дождик напугал. Лаба-тамияй! 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 Зацвела в саду сирень Вот такая вот хуйня Кто здесь самый главный архист? Кто здесь самый хитрый жмиен? Кто здесь самый лёд и сунья? Кто здесь самый удалой? Господь, небо сей до земли как утро Тебя погаси, до меня дыра Пока не поздно Пошёл тебя прочь, пока не поздно Без крысы прямо в ангелы На картинке красная морковь Пояс грипнул, дёрнулась в бровь Лишь калитка по-прежнему настишь Лишь поначалу слегка будет домой На небо сей до земли как утро Тебя бензин, до меня дыра Пока не поздно Пошёл тебя прочь, пока не поздно Без крысы прямо в ангелы Бери шинель, пошли домой Бери шинель, пошли домой Бери шинель, пошли домой Бери шинель, пошли домой